Всем привет! Сегодня, 10 сентября, Гуревский городской округ празднует свое 70-летие. Это проект ОК Гуревск. Ну и, как сказал великий сказочник, полетели! Как собираетесь праздновать сегодня? Чай, кофе, дети. Сегодня будет выступать Ирина Салтыкова, может, слышали? Конечно. Знаете ее хотя бы какую-нибудь песню? Эти глазки, эти голубые глазки, эти ласки. Часто мужу поете эту песню? Пою на другие. Баю, бабюшки, бою. Не ложись, а на краю. Все, и после этого сами тусить ездите? Конечно, я потом 70 лет пойду отмечать, а он чай, кофе с детьми будет пить. Привет, как дела? Хорошо. Хорошо. Как праздник? Отлично. Тебе здесь нравится? Да. Нет, друзья, это будет очень долгое интервью, пойдем. Как давно вы вместе? Два года, три месяца. Два года, три месяца. Ну что, когда уже? Скоро? Годик, может, пол и все. Все так говорят, да, годик, пол. Давай прямо сейчас ты на сцену выйдешь и сделаешь предложение, мы тебе поможем. Не. На 70 лет Гуревского городского округа, когда еще такая возможность будет? Не, не. Я еще не готов. Друзья, в Гуревске появился первый аттракцион, который стимулирует езду по русским дорогам. Скажите, пожалуйста, в чем секрет успеха? Как быть сильным? Сила в яйцах и в зайцах. У вас где сила больше? У меня в зайцах, к сожалению. У нас здесь еще есть прекрасные участники. Человек в костюме железного человека. Прямо сейчас специально приехал Роберт Дауни-младший. Что вы могли посоветовать молодежи? Вот они смотрят на вас, чтобы у них была сила, вот как вот сказали. Заниматься спортом и своим саморазвитием. Здравствуйте, как вас зовут? Володя. Володя, как настроение, Володя? Вы самый зажигательный человек Гуревского округа, вы знаете об этом? Нормально. Как отмечаете, как собираетесь праздновать 70 лет? Хорошо. Давайте поздравим на камеру, все на вас смотрят. Давайте поздравим всех жителей. Что можно им пожелать? Здоровья, счастья и добра. Где находится студия танцев у Володи? Нигде. Володя, Володя, не верь погоде, не верь туманам и дождям. Да как вас зовут? Игорь Николаевич. Я не Игорь Николаевич, я Игорь Николаевич. Что в Гуревске такое новое, крутое появилось, что вот можно гордиться? Ну, на мой взгляд, что это хорошо, хорошо. А самое главное, что в Гуревске все за здоровый образ жизни стали. Никто уже не пьет, не курит, представляете? А, не, не, курят и пьют. Сегодня выпил. Была весна, мы встретились случайно. Я беру интервью, эксклюзив у солиста группы, как группа называется? Группа Паровоз. Группа Паровоз, очень известная группа у нас в Калининграде. Ты первый раз в Гуревске? Гуревск мне запомнился в 96-м, 98-м годом, когда я учился на мастера по мелиорации в 19-х Абзайке в Гуревске, после того, как меня выгнали со школы. Самый такой главный вопрос, который интересует всех твоих фанатов, всех ваших фанатов. Почему Паровоз? А теперь вопрос, который интересует нас. У нас есть фанаты. Итак, почему Паровоз, Тимур? Во-первых, на самом деле, нет ни одной группы с названием Паровоз. Раз. Во-вторых, Паровоз. А есть вторая еще причина, да? Конечно, есть много причин. Двери закрываются, шоу начинается. Девочки, мальчикам мило улыбаются. На дворе не лето, но в кебель все одеты. Занимай места согласно купленным билетом. Как вам Гуревск? Какие впечатления он сразу оставила? Прекрасно. Воздух у вас такой шикарный. Хочется прям дышать глубоко. Вот какие три слова сразу ассоциируются, когда вам сказали Гуревск? Здесь особенное место, поэтому красиво. Хорошая природа, рыба, ассоциация, люди веселые. Особенно на сцене парень был хороший сегодня. Его зовут Константин, да, мы узнали. Есть информация, что он давненько с вами, да, ездит, гастролирует, ставил хореографию. Вы что, обалдели? Это ваш местный. Это же образ такой у него, да? Я его не знаю. Просто не оборачивались назад, наверное, да, на концерт. Это шутки у вас такие плоские. Я желаю всем, на самом деле, хорошего настроения, поэтому больше улыбайтесь, будьте счастливыми, поставьте музыку веселую, она помогает всегда. Вот так Гуревский городской округ отпраздновал свое 70-летие. Это был проект ОК Гуревс. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А я пошел отрываться, друзья, там что-то нереальное творится.